Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Ну что ж, мои хорошие, отличный стрим у Лёльки сегодня. Да, название говорит само за себя, осталось без денег, но с яйцами. Собственно, вы знаете, вот от Лёльки всего можно ожидать, да? Деньги прогуляла, потратила, так скажем, на своих альфонсов. Это, кстати, в Лёлькином духе. Но, друзья мои, не всё так просто. У Лёльки очередные большие проблемы. Да, друзья мои, это просто что-то с чем-то. Не жизнь, а самая настоящая боль. Одни сплошные драмы и трагедии. На стриме, друзья мои, Лёлька не успела, собственно, выйти в эфир, как тут же демонстрирует свой живот и орёт, как дура. Ой, ну что, ну как меня слышно? Ну, говорите, скажите и так далее. Да, действительно. То сидит что-то там себе еле-еле бубанит под нос, просто он очаронает орать на всю Ивановскую. Ну что, ну что, ну кто-нибудь мне скажет, что меня плохо слышно? И тут же начинает демонстрировать свой микрофон, друзья мои. Новый микрофон. В общем, никто и не сомневался, что Лёлька себе микрофон поменяет. Понятное дело, под эту лавочку, да, начинали писать в чате её вот эти зазывалы, что срочно, Олечка, срочно надо сменить микрофон. Негоже такому крутому блогеру сидеть с таким микрофоном. Понятное дело, Лёлька собирала на сено, собирала на всё про всё и, конечно же, излишки, друзья мои, тех самых денег она потратила, ну, так скажем, на своё усмотрение. В том числе и на собственный микрофон. Ну, это я к тому, да, и тем тупым людям, которые не понимают, о чём, собственно, говорят обзорщики. Так вот, я хочу сказать, что Лёлька ничего никогда не купит на свои кровно заработанные деньги. Всё, что она покупает, это всё, так скажем, да, на деньги своих хомяков. Ну, и тут же Поберуха начинает рассказывать буквально, друзья мои, некие страсти-мордасти. Я, говорит, осталась сейчас без денег. Будем, говорит, собирать на сено. Сейчас, говорит, это просто некий замкнутый круг. Вот здесь я, кстати, с Лёлькой согласна, да, потому что это, знаете, бег по кругу, это действительно замкнутый круг или бермудский треугольник. Откуда выбраться? Лёлькина хомяки не в состоянии, потому что ей постоянно что-то надо. Так вот, друзья мои, Лёлька озвучивает, что пострадавших очень много. И у неё опять украли. Вы знаете, украли, говорит Лёлька, украли деньги. Вот только, если честно, я не понимаю, как можно украсть то, чего у тебя никогда не было. И сейчас я, ребят, объясню, что же у неё, по её словам, украли. Она говорит, я сейчас осталась без денег. В общем, Лёлька начинает рассказывать опять истории о том, что вот сейчас опять некая нехорошая ситуация на Ютубе, и, возможно, в ближайшее время ей больше будет нечего получать, не будет, да, ничего получать от Ютуба. Зарплаты от Ютуба больше не будет. Ну, что мне хочется сказать. Всякий раз, когда Лёлька кричала о том, что вот там зарплаты с Ютуба нет, да, зарплаты не будет, получать нечего, понятное дело, тем самым она сейчас пытается, конечно же, подстегнуть своих зрителей, дав им понять, что вы смотрите, вы понимаете, что мало того, что меня Ютуб оставляет без зарплаты, да, так ещё и ко всему прочему вы должны донатить мне значительно больше, дабы, так скажем, восполнить мне все мои финансовые потери. Ну, друзья мои, я хочу напомнить тем, кто дальше носа ничего не видит, не слышит, ну и, собственно, тем, кто, возможно, знать не знает и слышать не слышал то, о чём она говорила раньше. А мы все с вами прекрасно помним, да, о том, что у Лёльки, по её словам, по её словам, на минуточку делаю на этом чёткий акцент, да, зарплата с Ютуба даже 100 долларов за месяц не было. Так вот, когда она кричит, что меня обокрали, у меня украли, меня лишили и хотят лишить зарплаты с Ютуба, я хочу напомнить, да, так скажем, да, сделать такой, опять же, акцент на том, что, ну, если ты ничего не имеешь, по твоим же словам, что вот, я да не могу собрать 100 долларов, да, и так далее, за несколько месяцев этих денег нет, я ничего не зарабатываю на Ютубе, невозможно лишить человека того, чего у него никогда не было. Это я, кстати, ещё и к разговору о тех блогерах-попрошайках, которые в наглую, зная, что они идут на Ютуб, зная, что у них нет монетизации, они выходят и говорят, мы вынуждены сидеть с протянутой рукой, потому что у нас канал не монетизирован, и у нас монеты нет. Я всегда, знаете, таким товарищам говорю, вы меня извините, конечно, если вам нужна была монетизация, если вы собирались работать за деньги, как работают абсолютно все, на кой хрен вы изначально шли на Ютуб, зная прекрасно, что монеты на Ютубе больше нет, больше нет, да, зачем вы туда шли, вот мне просто интересно. И ещё у меня вопрос на засыпку к вот этим вот придурочным блогерам-попрошайкам, которые кричат о том, что, а у нас же нет монетизации, значит, мы имеем право сидеть с протянутой рукой. В таком случае, да, вы что-то потеряли? Нет. Вот мы, как блогеры, которые зарабатывали ещё тогда, когда монетизация на Ютубе была, мы действительно потеряли 80-90% от нашего заработка. Это очень много. А вот те, кто ничего не зарабатывал, они ничего и не потеряли. И они могли не идти на Ютуб, зная прекрасно, что там монетизации больше нет. Но они целенаправленно пришли на Ютуб сидеть с протянутой рукой. Так вот, хочется Поберухе напомнить, что всякий раз Поберуха орёт последние уже, наверное, не то, что полгода, а уже, может быть, даже и месяцев 8, о том, что у меня нет зарплаты с Ютуба. Что мне не заработать даже 100 долларов. Поберуха, я тебе хочу сказать, я тебя хочу больше даже успокоить. Тебе переживать не за что. Переживать надо тем людям, которые зарабатывают на Ютубе. Ты же говоришь всякий раз, что ты на Ютубе не зарабатываешь. Больше на Ютубе ты не зарабатываешь. Соответственно, вот моё мнение, тебе действительно нечего переживать. Это тебе скажет любой нормальный, адекватный человек, который слушает постоянно о том, что вот, вот, вот у меня зарплаты нет и даже 100 долларов в месяц не набегает. А вообще, ребят, конечно же, смешно, когда она считает, что все кругом дураки и никто не понимает, сколько она зарабатывает и сколько она может заработать. В общем, теперь, оказывается, есть, друзья мои, у неё причина переживать за некую зарплату с Ютуба. Ей, кстати, тут же начали писать, Оля, ну вы же сами говорили о том, что у вас в месяц не набегает даже 100 долларов. Чего же вы там сидите, переживаете? И тут же, ребят, представляете, Поберуха начала орать о том, что вы даже не представляете себе, какие у меня расходы. Вы, говорит, все считаете мои доходы, но моих расходов вы не представляете. Ну и в качестве примера привела, значит, свой, как раз-таки, Hyundai H1, говорит, за каска, вернее, да, каска, платить, значит, да, страховку каска. Мне, значит, за Hyundai H1 приходится 140 тысяч за год. Лёль, ну что я тебе хочу сказать? Представляешь, у нас такие же страховки, да, 120 тысяч за год, тоже за каска, да, за одну, за другую машину. Но я тебе хочу сказать так. Ты знаешь, я не могу себе позволить, сидя перед своими зрителями, кричать о том, что вы не представляете, какие у нас расходы. Потому что я понимаю, что, как говорится, у каждого свои расходы и свои доходы. Это во-первых. Во-вторых, когда ты брала вот эту машину в кредит, ты прекрасно должна была понимать и знать, что эта машина будет стоить денег. Чем дороже машина, тем она будет дороже в обслуживании, как ни крути, да, тем дороже будет и всё на свете, в том числе и страховки, да, и каска и так далее. Поэтому все вот эти моменты, все вот эти пункты ты должна была знать наперёд. И понимать, что это не просто так, это не дёшево содержать машину, да. Нужно много чего. И страховки нужны, и, значит, содержать машину нужно, да. И машина, чем дольше, чем больше на ней ездишь, да, если больше. Не то, что дольше, а даже больше. Как вот ты мотаешься, да, то есть, конечно же, ресурс у машины, естественно, точно так же она изнашивается. Плюс резина нужна всегда, и зимняя, и летняя, всё на свете. Это даже, я не считаю, бензин, да, и какие-то расходники и так далее. Поэтому мне интересно, ты зачем нам всякий раз рассказываешь о том, что вы даже себе представить не можете, какие у меня расходы. Поберух, ты привыкла, что твои расходы должны непременно оплачивать все твои хомяки. А при чём здесь твои расходы? У каждого из зрителей твоих есть свои расходы. В том числе и у твоих хомяков тоже есть какие-то некие расходы, да. Но они же тебя не ставят в известность, потому что это их проблемы. Это их финансовые сложности. А ты-то почему-то каждый раз кричишь про свои некие какие-то там потребности, расходы, про то, что тебе нужно, да. Тут же вроде сказала, что вот, мол, типа я продам мясо на 300 тысяч рублей, и тут же говоришь, а вы не представляете, а у меня каска за год составляет 140 тысяч рублей. Ну и дальше что? Так ты должна была это знать заранее, какие проблемы, да. Ты брала эту машину, ты брала её в кредит, ты понимала прекрасно, сколько тебе обойдётся содержание этой машины, в том числе и страховки. В общем, дальше, друзья мои, Лёлька возмущается, что всё, теперь она больше не получит зарплату с Ютуба. Завис у неё первый стрим, стрим, как она говорит, дубль два. Срочно помогите. Она говорит, вы понимаете, что больше, возможно, я не смогу получать зарплату с Ютуба. Ну, я прекрасно понимаю, для чего она всё это говорит, и я думаю, что все мои зрители тоже это всё прекрасно понимают, и, естественно, ей надо как можно больше разжалобить людей. Мол, типа вот сейчас у вас последняя возможность, буквально последняя неделя-две, задонатить мне некую сумму денег на сено. Ребят, ну, это всё, вот, знаете, это всё в духе, да? Сыроварня, вот сейчас последние там несколько дней надо срочно собрать на сыроварню, на холодильную камеру надо срочно собрать, на корову надо срочно собрать, на всё, про всё надо собрать срочно. Потом оказывается, что и срочно, и, собственно, не надо. На Сурена год назад надо было тоже срочно собрать, да? Ну, а потом оказалось, что, оказывается, ещё и не плачено было и так далее. Про помощников, ребят, про тех самых, на кого уже набрано фигово тутуева денег. Опять помощники все не подходят, всё не то, как говорится, не то пальто, друзья мои, представляете? Да, она говорит, ну, что я сделаю, вот всё, всякие типа идиоты просятся и так далее. Нет никого. Лёлька, как замечательно. Никого нет, но при всём при этом, так интересно, ты уже на помощников на несколько месяцев вперёд насобирала, так возьми эти деньги и как раз-таки потрать их на сено. Возьми деньги, которые у тебя остались от Марины, как ты говорила, 35. Ну, ты же говорила, да? Давайте будем её тыкать носом в те слова, которые она говорила. Понятное дело, что всё это уже потрачено, но в любом случае потрать вот эти деньги, да? Потрать из тех денег, которые у тебя уже были отложены на молочный цех и так далее, потратить то, что тебе сейчас первостепенно жизненно необходимо. А дальше уже, как известно, будешь решать проблемы, как мы всегда говорим, проблемы надо решать по мере их поступления, да? Не так, что, ой, мне надо и туда, и туда, и туда, и туда. В жизни так не бывает. В жизни люди живут на свои, поэтому люди прекрасно понимают, что по мере поступления, да, сначала самые важные вопросы, проблемы, дыры затыкаются, ну, а потом уже, так скажем, да, самое-самое менее необходимое. Далее, далее, друзья мои, тяжёлая артиллерия. Лёлькина, собственно, беременность. Вчера, говорит, было так страшно. Вчера, говорит, хотела ехать в больницу. Я, говорит, уже готова была рожать бы дома, и сейчас готова рожать дома, если бы был нормальный, адекватный срок. Ну что, Лёлька, зови срочно Женьку Б. Пусть принимает у тебя роды. Всё, видите, друзья мои, как её штырит, да? То я заключила контракт, значит, я заключила контракт, да? То я уже всё договорилась насчёт платных родов, туда-сюда. Понятное дело, заключают контракт. Как? Конечно же, надо вносить некую сумму денег. Естественно, без этого никак, да? Ну, а тут уже рассказывает, я готова уже и дома рожать, лишь бы только был нормальный срок. Не знаю, что и делать. Ехать в больницу была готова. Что делать, что думать и так далее. Друзья мои, Лёль, срочно надо вызывать Шурика. Ну, ты же сказал, что Шурик сейчас находится на работе, но он тебе клятвенно пообещал о том, что вот он в любой момент сорвётся и приедет, если действительно вопрос будет стоять с ребром. Лёлька, я, конечно, уверена, что он сидит в туровке, но всё-таки срочно вызывай, как говорится, на подмостке Шурика. А вот будет интересный контент. Далее, друзья мои, опять начинает объяснять, ну, типа, вы чё тупые, вы чё не понимаете? Говорит, зарплата с Ютуба – это не донаты. Лёль, ну, во-первых, да, начнём с того, что ты, наверное, сама забыла то, о чём ты говорила постоянно, что ты не зарабатываешь ничего на Ютубе. Что на Ютубе ты не зарабатываешь даже 100 долларов в месяц. Так при чём тут твоя зарплата с Ютуба? Вот уж кто-кто, а ты действительно об этом переживать не должна. Вот если мы зарабатываем на Ютубе, да, значит, мы действительно можем переживать, что у нас, так скажем, не будет некого источника дохода, да, опять же. Вот, а если ты ничего, по твоим словам, не зарабатываешь, значит, тебе и переживать не за что. Ну, это понимает абсолютно любой адекватный человек. Странно, что ты делаешь вид, что ты не понимаешь, да, ну, или пытаешься в этом убедить свой электорат. Хотя, конечно, их убедить можно, собственно, в чём угодно. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, продолжение на этот стрим следует. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok